Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Премьер России, куратор СКФО Александр Новак и полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайков в Координационном центре правительства страны в Москве. Повышение инвестиционной привлекательности, в том числе оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, является одними из основных направлений государственной политики, определенных президентом России для СКФО на период до 2035 года. Далее цитата Тимрезова. Отмечу, что в Карачаеве реализация намеченных инвестиционных проектов ведет по плану. На законодательном уровне приняли ряд действенных мер поддержки для инвесторов, чьи проекты имеют приоритетное социальное и экономическое значение для республики. В итоге темп роста объема внебюджетных инвестиций в регионе за период январь-сентябрь текущего года составил 152% к аналогичному периоду прошлого года. Закончилась цитата. Пять приоритетных направлений. Реализация инвестиционных проектов в этих сферах рассчитана до 2030 года, что позволит создать более 10 тысяч рабочих мест. Рост турпотока на курорты туристического кластера Северного Кавказа с начала этого года составил 17%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на стратегической сессии о повышении инвестиционной привлекательности Северного Кавказа. Зам предправительства также подчеркнул, что выбранная модель развития туристического кластера оправдала себя. Так, по его словам, курорт Архиз по итогам прошлого зимнего сезона показал значительное улучшение финансовых результатов. Как итог, возросший интерес со стороны инвесторов и уже не только к Архизу, но и к другим кластерам. К курорту Мамисон в Северной Осетии, Элебрус, Джилы Су в Капардино-Балкарии, Армхи в Ингушетии. По каждому из этих курортов определен потенциальный инвестор, который выразил готовность взять на себя обязательства по комплексному развитию курорта, сказал Новак. Глава Карачащики Серашид Тимрезов принял участие и в церемонии памятного огашения марок с изображением курорта в Архизе и Элебрус. Мероприятие прошло в Москве. Церемония, приуроченная к официальному старту горнолыжного сезона, состоялась с участием вице-премьера России Александра Новака, полпреда президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки, заместителя министра экономического развития Сергея Назара, главы Кабартино-Балкарии Казбека Кокова и генерального директора компании «Кавказ-РФ» Андрея Юмшанова. Специально изготовленным художественным штемпелем утвердили марки, подписали конверты и поставили оттиск штемпеля. Общий тираж марок – более 100 тысяч экземпляров. Курорты Северного Кавказа давно популярны у жителей нашей большой страны, и тем не менее они продолжают динамично развиваться в ногу со временем. Появляются новые туристические рекреационные объекты, растет уровень сервиса, появляются новые туристические маршруты. Мы уделяем пристальное внимание развитию туристической отрасли, и сегодняшняя церемония – это отличный трамплин для популяризации наших курортов, что особенно важно в нынешних условиях, когда на первое место выходит именно внутренний туризм, написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Темрезов. Жители станицы Исправной Зеленчукского района обратились на прямую линию с главой республики с проблемой нехватки медиков. По словам станичников, на три населенных пункта нет медперсонала. До ближайшей больницы ехать 45 минут, а более тысячи детей не имеют возможности обратиться к педиатру. Могу вас точно заверить, что ни одно медицинское учреждение, ни один стационар в республике закрыт не будет. То, что касается того вопроса, который вы озвучили по поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле действительно эта проблема существует. Попросил бы министра здравоохранения Карачаева Черкесской Республики, курирующего вице-премьера, правительства, председателя правительства, взять на этот контроль и такую работу совместно с главами городов и районов провести приемы в тех населенных пунктах на месте, не в районных администрациях, где-то, а прямо на месте провести. Практически в каждом из этих населенных пунктов есть дома культуры, место, где можно собрать актив, население и провести разрешительную работу прямо на месте. Капитальный ремонт школы, открытие кванториумов и точек роста, обеспечение достойного труда и оплаты учителей. Эти и другие вопросы обсудили на коллегии Министерства образования и науки Карачаев-Черкесии. Кроме этого, руководитель ведомства Инна Кравченко сообщила о планах на следующий год. В 23-м году тоже достаточно объемный, многообещающий проект, национальный проект образования. Мы начинаем строительство трех школ в республике. Давайте вместе сейчас вспомним. Это Адвихаврский район, на 600-й город, Черкесск, 6-я школа, на 400 мест. Хаббельский лицей на 365 мест. Восемь обильных групп для пресечения незаконного оборота древесины будет действовать в Карачаев-Черкесии. Такое решение принято в ходе очередного заседания межведомственной комиссии по борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины на территории региона. Кроме того, комиссия единогласно одобрила продление запретов на вырубку в границах Пхинского, Аксаутского, Морухского, Худесского, Учкуланского и Архыского участковых листечеств. Соответствующие постановления будут подготовлены и внесены Минприроды на рассмотрение на очередном заседании правительства Карачаев-Черкесии. Заместитель мэра Черкеска Заур Тугов прокомментировал ситуацию с переселением жильцов многоквартирного жилого дома по улице Гутякулова, 9 и 5, которые обратились к главе республики в ходе прямой линии с просьбой улучшить условия их жизни. Что касается многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, он в постановлении мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы, 62, в собственность муниципального образования города Черкеска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения, расположенного по улице Гутякулова, 5, будут переселены в данный дом. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%. То есть 8 домов мы практически переселение. Зависит у нас, вот сейчас после передачи второго дома, у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Гутякулова, 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Гутякулова, 7 и по Октябрьской, 3. Штаб «Мы вместе» объединяет огромное количество организаций, органов власти, коммерческого сектора, благотворительных фондов, бизнес-сообщества, а также жителей нашей республики. Масштабы и темпы работы нашего субъекта являются одними из лидирующих в Северокавказском федеральном округе. На сегодняшний день по поручению главы региона Рашида Тимрезова абсолютно все семьи военнослужащих взяты под опеку. Большие объемы гуманитарной помощи отправляются в зону специальной военной операции. На сегодняшний день это порядка 400 тонн груза, рассказала руководитель штаба Ася Хакирова. Я знаю то, что у нас в республике абсолютно все семьи не только мобилизованных, но и в целом военнослужащих нашей республики находятся под социальной опекой в каждом районе. По поручению главы республики, бытовыми вопросами, психологическая поддержка, юридические консультации, все это общий объем работы, который на сегодняшний день в полной мере помогает семьям в сложившейся ситуации. Госавтоинспекция Республиканской столицы призывает жителей и гостей Черкеска быть внимательными к дорожным знаком. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова на участке от улицы Горького до Кавказской. Информацию комментирует инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по Черкесску, он майор полиции Руслан Каблахов. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей для полишения водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступой дороги, поворот налево запрещен, здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. В Доме правительства Республики состоялось заседание межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности населения. Участники поделились результатами работы, проделанной за текущий год. По данным отделения Национального банка России по Карачае-Чикесе, осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности охватила свыше 50% школ и колледжей региона. А в завершившемся накануне общероссийском финансовом зачете приняло участие свыше 5000 жителей. Отдельного внимания заслуживает перевод аудиолекции по финансовой грамотности на языки Карача-Черкесии. Переведены 10 лекций на 4 основных национальных языках республики – карачаский, черкесский, абазинский и нагайский. В настоящее время проект находится в финальной фазе. Национальные редакции уже перевели все лекции. До конца года контент будет проходить в радиоэфире. Сейчас тестируется баннер на главной странице сайта ГТРК. На 14-километровом участке дороги Архизлуная-Поляна-Дука завершились ремонтные работы. Это первая дорога в Карачае-Черкесе, при ремонте которой использовали инновационное покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он имеет целый ряд преимуществ. В частности, позволяет обеспечить высокие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы. Как раз то, что нужно для одной из самых загруженных дорог региона. В сезон здесь проезжают более 10 тысяч автомобилей в сутки. С 2014 года в Республике успешно реализуется программа партии «Единая Россия. Детский спорт», в рамках которой в текущем году в четырех школах региона отремонтированы спортивные залы, а также приведены в порядок раздевальные и душевые комнаты. Теперь в средних образовательных учреждениях Нижнего Архыза и Чапаевского, третьей школы УСДЖГУТЫ и средней школы номер 6 Карачаевска условия для занятий физической культурой и спортом значительно комфортнее и качественнее. Всего за 2019-2021 годы капитальный ремонт провели в 30 школах Карача-Черкесии. Главное управление МЧС России по Карача-Черкесии напоминает жителям и гостям о необходимости соблюдения правил безопасного использования пиротехники в новогодние праздники. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельностью и профилактической работы Гульнара Аджикова. Необходимо обратить внимание на информацию на товарной упаковке и на самом изделии, которая должна быть обязательно на русском языке. Также должен быть указан адрес производителя, класс опасности, особенности использования и зона поражения. Пиротехнические изделия должны содержаться в особых условиях, при которых попадание солнечного света и осадков минимизировано. Также в супермаркетах и магазинах должен быть специальный консультант, который сможет грамотно рассказать про все свойства и особенности взрывания ракет, хлопушек и фейерверков. При покупке пиротехники в первую очередь следует обращать внимание на целостность упаковки и, конечно же, на срок хранения. Серьезно и основательно подойдите к выбору места для запуска фейерверков. Необходимо, чтобы это была открытая площадка, а до ближайших построек или же автомобилей расстояние должно быть от 50 метров. Рядом не должно быть деревьев и сухой травы. Не приводите в действие пиротехнические изделия из открытого окна или балкона. Поджигать фитиль необходимо на расстоянии вытянутой руки. После зажигания немедленно отойдите на безопасную дистанцию. Во время запуска фейерверков не курите, не наклоняйтесь над неисправным изделием и уж тем более не пытайтесь его разобрать. Соблюдение этих простых правил обеспечит вам веселый и безопасный праздник. Будьте аккуратнее. С 26 декабря у школьников Карачао-Чекеси начнутся долгожданные зимние и новогодние каникулы и продолжатся до 8 января следующего года включительно. Две недели дадут возможность ребятам отдохнуть и настроиться на самую длинную четверть. У первоклассника в этой зимой будут и дополнительные каникулы с 20 по 26 февраля. В Институте филологии Карачао-Чекесского государственного университета имени Умара Алиева прошел конкурс чтецов «Спеши творить добро», посвященный столетию со дня рождения народного поэта Карачао-Чекеси, прозаика, ученого, педагога, члена Союза писателей СССР и России Азамата Суинчева. Азамат Алимович является автором тысячи стихотворений, десятков поэм, рассказов, повестей, около сотни литературных портретов современников. Его перу принадлежат 30 книг художественной литературы и научных трудов. Его имя носит Центральная городская библиотека Карачао-Чекесского и улица в Нальчике. Студенты выступили со стихотворениями Азамата Суинчева, написанными на карачавском языке. Встать на лыжи и полетать на воздушном шаре можно будет в день официального открытия горнолыжного сезона в Донбайе 21 декабря. Шар будет встречать гостей в саун-центре поселка на поляне рядом с гостиницей «Горные вершины». Полет позволит туристам увидеть яркие пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. Будет также организовано бесплатное обучение горным лыжам и сноуборду. Мастер-класс «Первые шаги» позволит всем желающим новичкам освоить азы горнолыжного спорта. Помимо этого, в честь праздника на горнолыжном курорте будет организован спуск ратраков, где зрители смогут наблюдать невероятное шоу. Так, ратраки спустятся с пятого уровня, где высота составляет 3 012 метров над уровнем моря, до третьего уровня, то есть до 2277 метров. На улице Первомайская и Черкеска прошла благотворительная ярмарка, на которой можно было приобрести сладости, облепиховый чай, молочную продукцию, колбасы халяли и многое другое по ценам ниже рыночных. Все вырученные средства пойдут на помощь 80 подопечным благотворительной организации «Очаг добра». В Карачаево-Черкесии в свет вышел сборник «Цекураж», что означает «детский путеводитель». Издание знакомит детей с адыгскими обычаями и традициями и содержит образцы национального фольклора черкесов. Загадки, пословицы и поговорки, считалки, скороговорки, детские стихи и игры. Материал в книге расположен в алфавитном порядке и разбит на рубрики. Адыгский этикет, умники и умницы, времена года, 12 месяцев, дни и недели, пространство и время, семья. Работа с книгой будет способствовать обогащению речи дошкольников и детей младшего школьного возраста, развитию их речевой культуры и коммуникативной компетенции. Значительная часть текстов подходит для чтения вслух. Издание содержит цветные иллюстрации и крупный шрифт. В картино-галерее Черкеска продолжается выставка сокровища земли нартов. Представленные работы демонстрируют эпические образы персонажей и героев нартиады и их быт, созданные на основе одного из мировых памятников устного народного творчества нарты. Выставлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Карача-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В центре «Авангард» Черкеска проходит военно-патриотический форум «Кавказ за наших», в рамках которого состоятся соревнования по военно-прикладному спорту по таким видам, как скоростная стрельба из пневматической винтовки, стрелковый поединок, разборка-сборка автомата Калашникова на время, снаряжение магазина автомата патронами на время, шахматный турнир «Быстрые шахматы», то есть «Блиц», подъем 16-килограммовой гири, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и другим. Ну и последняя информация. Как мы уже сообщали, в эти выходные в Донбай состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам «Битва в Донбай». В этом году соревнования проводятся в поддержку Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих в спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 200 спортсменов из разных регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов для максимально объективной оценки за ловкостью, силой и мастерством бойцов будут наблюдать аккредитованные судьи. В рамках турнира будут разыграны чемпионские пояса, победители будут награждены грамотами и памятными подарками. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3. Местами на дорогах Республики Гололедица и снежный накат в горах выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 2. И на дорогах местами Гололедица. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.